Дополнительные меры поддержки, принятые в этой сфере в прошлом году, уже доказали свою эффективность и востребованность. В целях дальнейшего расширения помощи молодым семьям, родившим первого ребенка, принято решение об увеличении в два раза размера дополнительного едновременного пособия семьи, вне зависимости от дохода семьи при рождении первого ребенка с 25 до 50 тысяч рублей. Также, в связи с востребованностью данной меры и обращением молодых семей, принято решение об увеличении возраст женщин, дающих право на выплату до 24 лет. Таким образом, только исходя из принятых мер, численность женщин, имеющих право на пособие при рождении первого ребенка, увеличится более чем в полтора раза. Кроме того, для поддержки семей с невысокими доходами, повышения качества их жизни, вводится новая единовременная денежная выплата при рождении второго ребенка в размере 50 тысяч рублей при условии его рождения до достижения первым ребенком возраста 3 лет. С введением этой новой меры поддержки значительная часть семьи сможет направить эти средства поддержки на первоочередные необходимые расходы при рождении второго ребенка. Также в целях поддержки семей, где воспитывается ребенок с ограниченными возможностями здоровья, повышение качества их жизни, принято решение о том, что бесплатный земельный участок, полученный такой семьей, теперь будет исключен из перечня имущества, учитываемое предназначение адресного социального пособия. Кроме того, принято решение об увеличении размеров личного подсобного хозяйства многодетных семей, которые дают право на сохранение адресного социального пособия. Уважаемые товарищи, все эти меры дополнительной поддержки направлены на повышение качества жизни семей с детьми и дальнейшей поддержки материнства и детства в Волгоградской области. В целях дальнейшего увеличения доступности бесплатной социальной помощи на дому и улучшения качества жизни людей старшего поколения, принято решение увеличить предельную величину среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг на дому бесплатно с 1,5 до 1,7 величины прожиточного минимума. Уважаемые товарищи, это позволит в три раза увеличить количество получателей бесплатных социальных услуг на дому. Данная мера поддержки особенно востребована в сельской местности. В Волгоградской области уже проведена серьезная работа по внедрению и развитию комплексной транспортной схемы, масштабному обновлению автопарка, что дает сейчас возможность для дальнейшего повышения качества транспортного обслуживания населения, его доступности, прежде всего для жителей Волгоградской области, имеющей невысокий уровень доходов. Так, в связи с многочисленными обращениями жителей области, прежде всего, это, конечно, люди старшего поколения, пенсионеры, принято решение о двукратном снижении стоимости социальных проездных билетов на пригородном железнодорожном транспорте для всех жителей области, имеющих право на приобретение льготных социальных проездных билетов. Для жителей Волгоградской области, имеющих право на льготный проезд на всех видах транспорта, принято решение о повышении предельного среднедушевого дохода для предоставления им права на приобретение социальных проездных билетов на все виды транспорта с 1,5 до 1,7 величины прожиточного минимума, что позволит практически в два раза увеличить количество жителей, имеющих право на льготный проезд на всех видах транспорта. Кроме этого, в связи с большим количеством обращений жителей Волгоградской области, принято решение на время традиционного дачного периода с 1 мая до 1 ноября распространить право приобретения социальных проездных билетов на все виды общественного транспорта, на все категории жителей, пользующих поддержкой со стороны области, вне зависимости от их среднедушевого дохода. Таким образом, все льготные категории жителей Волгоградской области получат право льготного проезда на весь период дачного сезона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова